Привет всем! Я снова к вам с юбкой. Коль я показывала уже несколько юбок, колокол была, двухшовная, на кокетке, ну пусть они расклешенные будут, ну как угодно называться. Ну и конечно же я не могла не показать одношовную юбку колокол. Вот это мне кажется больше всего подходит название колокол. С одним швом и она действительно здесь, вот вы видите, почти плотно по бедрам. И к низу расклешенная. Вот так она. Здесь замочек. Еще низ я не сделала, наметан. Буду сидеть вечером и потайными стежками подшивать. Потому что я спешу, а хочется уже сегодня закончить это видео, вот не откладывать длинный ящик. Что еще хочу сказать, что сейчас вы увидите почти весь процесс создания этой юбки. Только раскрою я не снимала, но я объяснила как. Как я потайную молнию вшиваю, пояс как вшиваю, да, это юбка на поясе. Вот. И в общем, все остальное. Подкладка. Вот. Еще по поводу подкладки. Кто будет смотреть, подкладку я выкраивала не по косой, так как у меня не было. Вообще-то, хорошо было бы по форме юбки. Ну, может, чуть-чуть уже. Но я выкраивала подолевой, так как она у меня получалась. И я как-то не остановилась на этом видео. Пропустила, быстро делала. Мне пришлось приподнять юбку, потому что в бедрах я тяжело проходила. Поэтому я срезала ее сверху и подняла наверх. Вот. Ну, это не меняет ничего. Вот. По шиву юбки. Каждый себя обязательно надо мерить. Обязательно проверять эту юбку по линии бедер. Потому что мы рассчитываем по линии талии. А бедра бывает очень большая разница между талией и бедрами. Поэтому обязательно надо проверять ее. В отличие от двухшовной, там не надо проверять. Там пролетишь стопроцентно. А вот эту юбку обязательно надо проверять. Вот. Вы видите, она идет по фигуре. Ничего лишнего нет. Только к низу расклешенная. Ну, смотрите видео. Привет всем. Я завершаю серию о юбках колокол. Сейчас у меня уже раскроено. Уже мерила я. Я не снимала, как я раскраивала. Но все понятно. Это одношовная. Принцип можно сказать. Как раскраивать один. Только расчеты разные. Я от двухшовной. Я расчетывала от окружности талии. Это где-то одна четвертая. И она была, конечно же, вот здесь выше. Одна четвертая талии. Или брала одна вторая полуокружности талии. Так как это одно полотнище. Оно роли большой не играет. Вообще никакой роли не играет. Здесь я беру одну вторую окружности талии. Потому что у меня один шел. Вот. И, конечно же, эта юбка будет намного уже. Чем-то два раза, можно сказать, уже. Еще зависит, какая ширина ткани. Если метр тридцать, то более узкая будет. Если метр пятьдесят, то более широкая. Ну и, в общем, еще одна у меня юбка была на кокетке. Там я расчет вела. Окружность бедер учитывала. По окружности бедер. Там одна четвертая полуокружности бедер. Потому что двухшовная была. Если одношовная, значит, одна вторая полуокружности бедер. Ну и я говорила, что прибавляется на складки, на сборки. Уже по желанию потом. При расчете. Ну, в общем, вот я раскроила. Вот такой кусок. Достаточно большой у меня выпал. И здесь у меня вот полуокружность талии. Или круговую окружность талии. Ну и плюс я прибавила немного на свободу облегания, чтобы слегка присобрать. Потому что эта юбка плотно садится на бедрах. Ну и, в общем, чтобы не сильно та обтягивала. Надо проверить. Обязательно отложить расстояние до бедер. И проверить. Если вдруг получается тесновато, значит, опустить ниже линию талии. Или можно здесь долевая и поперечная. Поэтому можно вот здесь сделать скос. На центре, на спинке. Это будет шов у нас сзади. Боковых швов не будет. Ну, в принципе, и все. И эту юбку все у меня без пояса. Решила делать на поясе. С поясом, вернее. Сейчас я этот шов обработаю. Оверлоком. Низ тоже оверлоком пройду. И такие юбки, конечно же, много подогнуть невозможно. Но еще 2 сантиметра как-то уложить можно. Но если больше, это уже проблема будет здесь сборки. А подкройными обрабатывать, это значит, будет тяжелый такой низ юбки. Грубый. Ну, смотря чем, конечно, обработать. Может и можно. Вот у меня здесь поперечная и долевая кромка. Вот кромка. Нашлась в моих закромах подкладка. Так я ее разложила вдоль, не по косой. По косой у меня не получится. Ну и по ширине внизу не проходит юбка. Юбка, поэтому я как бы заложила вот такие складочки. А талию оставляю такой же. Тут получилась такая линия, но я ее исправлю. Вот тут вниз как раз проходит длина юбки. Но выкрою сантиметров на 5 короче. Вот так. Там сгиб я закрепила на юбке и на подкладке. Впереди я здесь, как и на всех тех юбках, перед этим была где-то 2,5 сантиметра срезала. Ну такая особенность фигуры. Ну и теперь смотрим на юбку. Вот такой крой. Здесь я подровняла так плавную линию. Хотя вот чуть-чуть еще. Поскребла по засусекам. Вначале такой замочек нашла. Не очень подходит, но думала, буду вставлять. Все равно бежать не буду. И тут, о счастье, нашелся такой замочек. Как раз цвет, да еще и потайной. Вот. Здесь тонкая ткань. На той юбке я вставляла в клетку. Замочек простой. А здесь вставлю потайной. Тонкая ткань. И, конечно же, на подкладке, потому что здесь шерсть и очень кусючая юбка будет. Поэтому подкладка будет защищать. Буду вшивать молнию. У меня есть специальная лапка для вшивания потайной молнии. Вот выставляю я иглу напротив вот этой полоски. А зубья на одной стороне будут идти вот с этой, не переворачивая, как мы встрочили с одной стороны. Потом поперек бывало там или поперек и нету. Но с другой стороны поворачивали в обратную сторону. Здесь в одну сторону можно строчить. Только зубья то в эту ложбинку, вот эту выемку заходят. И зубья не дают ни влево, ни вправо уползти. И получается ровная строчка рядом возле зубчиков. Очень удобная лапка. Можно и такой вшивать. Но мне больше это и нравится. Можно просто, я всегда говорю, с закрытыми глазами строчить. Вот так оно получается. Вот зубчики, колесико это не дает сдвигаться. И вот так, как видите, я одной рукой строчу. Иногда бывают такие ткани, что надо уводить чуть-чуть дальше от зубьев, потому что затягиваются ворсистые или рыхлые ткани. Регулируется это путем передвижения вот на этом стержне. Можно передвинуть влево или вправо на 1-2 мм, сколько нужно. И будет строчить тогда дальше. В данном случае я вот так строчу. По середине идет. Вот так и пошла. Строчу я вторую сторону молнии. Теперь у меня зубья справа. Вот эти зубья я отворачиваю. Они же так как сложены. Вот я рукой придерживаю и строчу. Шита потайная молния. Здесь проутюжить надо. Вот. И не видно, где и заканчивается. Вот она плотненько. Зубчики так. Ну, я говорила, что можно регулировать. Вот можно так подвинуть. Вот. И уже будет проходить не близко возле зубьев, как вот здесь, а чуть-чуть в сторону. Или другую сторону тоже можно регулировать. Тут, видите, можно отрегулировать где-то и 3, наверное, 4 мм в сторону от зубьев. В общем. А это по центру идет. Вот это. Это рядом с зубьями. Вот так вставлять, как у меня сейчас вставлено. Очень удобная лапка. Она у меня очень давно. Иногда не хочется переставлять, потому что надо откручивать винтик. и вместо своей основной лапки. Но оно того стоит. Потом и жалею бывает. Потому что я привыкла вот этой вшивать. И той надо смотреть лапкой. Там переставляется только на ножку. И надо внимательно смотреть, чтобы никуда не ушло, чтобы ровненько было. А здесь, я же говорю, с закрытыми глазами. После утюга уже я проутюжила. Низ я тоже уже подложила. Подкладка готова. Ну и в общем, сейчас я еще по линии молнии буду сшивать между собой подкладку. И можно вручную, но я прострочу. Я сложила изнанка к изнанке. И обе части приколола булавками. Так в итоге оно должно быть. На всякий случай, чтобы не перепутать. Теперь я выверну наизнанку. И вот так я прострочу уже обыкновенной лапкой. Нет, той, что замки вшивать. Вот на расстоянии где-то вот таком, чтобы молния не мешала подкладка. В сторону чуть-чуть. Поменяю я лапку основную на лапку для молнии. И вот идет конец лапки вот возле зубчика прямо. А иголочка чуть-чуть в сторону я отвела. На машине на всех есть позиции иглы. Вот. И вот так строчу. Переставила лапку я в другую позицию. Иглу тоже сместила. И строчу вторую сторону. Все. Чистая работа. Подкладку я ниже опустила конец строчки, чтобы здесь не попадала в замочек. Здесь небольшая складочка, но это не страшно. Так. И застегнем. Вот так получается. Красивенько. Так. Какая подлиннее подкладка у меня. Так. Не будет выглядывать. Это еще будет выглядывать. не должна так. Где она делась. Ну, подложим значит. Здесь подложила полтора сантиметра. Посмотрим. Выкраиваю пояс. Люблю, когда имеется выкроить подолевой. Использую кромку. Длина пояса равна окружности талии плюс 6 сантиметров. По одному сантиметру с двух сторон на шоу и 4 на заход. Так. Вырезаю, приклеиваю и пристрачиваю. Так. Приклеила. Как будто бы чуть-чуть сдутая, но нормально. Наметила здесь шоу. Середина пояса конец и заход. У меня всегда на левой стороне заход. На правой вот так в край я прострочиваю потом. И намечаю обязательно по линии замка, вот застежки, линию такую, чтобы когда я прыщил пояс, было на одном уровне. Так. Пояс. Я здесь оформила такой язычок. Это будет под низом. Вот. Вот так будет эта сторона. Я так вот люблю, предпочтение даю. Вот так. Значит, когда я в эту сторону отгибала с этой стороны и заглядывала время от времени, чтобы не перекосить пояс. А когда здесь закрепляла, ну, это вообще-то приметывается, но я булавками обхожусь. Ткань очень послушная, очень с ней хорошо работать, не скользит по лицу. Вот здесь я редко когда подгибаю, вот так я прострочу здесь в раскол и прикреплю кромка или окантовываю, или оверлоком оставляю, тогда вот это место шло притачиванием. Тоньше будет, аккуратнее, потому что если подогнуть, это будет колбаска небольшая. И прострочу сейчас в раскол. Вот тут рядом, чтобы незаметно было. Прострочила я пояс и одновременно шлепки прикрепила. Вот здесь булавочкой я закрепила ее и в этом месте взад-перед закрепляю на машине, когда отстрачиваю пояс, чтобы надежнее держалась. Вот такие ленточки я покупаю кажется 3 мм, а не 3 или 4, 3 наверное. Вот из изнанки так. Утюжу и занимаюсь низом. А здесь я сделаю больше всего, что петлю сделаю и пришью пуговицу. Или я часто использую брючные крючки, такие как на мужских брюках. Мне нравятся, они надежные. Так. Ну и кто досмотрел до конца, я хочу показать двухшовную юбку прямую. Даже, мне кажется, она заужена к низу. Что я всегда говорю, не очень их люблю. Мне хорошо в них, я знаю. но более комфортно мне вот в таких юбках. Когтей я шила. Эта юбка очень давно вшитая, но она практически не ношенная. А это я про нее вспомнила и пару раз в последние дни, вот и сегодня утром я одевала на улицу с Шаней гулят. Вот и сейчас я собралась, мы выходим с Шаней на улицу гулять и решила показать. Тоже с бахромой. Так, вверх снова будете писать мне колхоз и все остальное, но я люблю такое, блузки, у меня если есть, я их очень редко есть у меня я одевала вы видели на некоторых трансляциях, в некоторых видео по раскрою, но я не очень-то их люблю, мне больше подходит вот такой стиль, не важно как это смотрится, вот, но люблю такую более простые футболочки, кофточки трикотажные, вот, и последнее время и без гольфа, вот еще один у меня этого, я передайте то, что вы видели в начале, я, а, нету его здесь, где-то вот такой точно есть, и гольфом, но водолазки, у нас гольф называется, и тоже хочу откинуть и буду носить, потому что лежать не ношу из-за того, что голову надо вот это просовывать и вот это вот здесь я не люблю вот ну все теперь буду заканчивать видео пока-пока до новых встреч надеюсь я на следующей неделе попаду к своему мастеру она вышла с отпуска если у нее там место будет в общем стрижку мне надо сделать обязательно ну и что-то мы будем шить будем встречаться вот поэтому пока-пока до новых встреч спасибо что смотрите пишите комментарии пишите любые комментарии я не запрещаю я не обижаюсь ой извините мне даже интересно вот мнение со стороны же вам как бы виднее но у каждого свое видение кому-то нравится кому-то нет но в итоге я все равно остаюсь уж извините при своем мнении хотя кое к чему я прислушиваюсь и очень даже согласна вот ну в общем и эту юбку ну вот что пошиве ее низ я еще как сказала по тайной местишка меня сделала и еще мне очень тяжело в шкафу в шкафу в зеркале определить ровно низ или нет поэтому будет смотреть муж и говорить есть хвосты или нету хвостов и потом уже я буду подшивать низ ну все пока-пока пока-пока я не знаю